Хорошо. Значит, сегодня наша тема редкая, да, читается редко, тема мужского здоровья, да, мужское здоровье. Читается редко, ну, просто, наверное, опять же, в связи с особым отношением мужчин к собственному здоровью, да, то есть, особенность отношения к мужчине к собственному здоровью состоит в том, что мужское сознание устроено следующим образом. Мужчина считает себя мужчиной до тех пор, пока он нужен, а больной мужчине никому не нужен. Поэтому мужчина, как правило, до последнего будет скрывать, что ему что-то, его что-то беспокоит, да, то есть, это, как правило, последнее, оно и получается последнее, потому что большинство мужчин, соответственно, как правило, да, то есть, очень большое количество мужчин погибает как раз в связи с определенными состояниями, чаще всего связано с сердечно-сосудистой патологией и умирает, как правило, достаточно быстро. Да, вот такая вот особенность мужского здоровья, да, то есть, поэтому, ну, и, соответственно, как бы, опять же, с точки зрения социума, да, то есть, особенно в, ну, скажем так, в индустриальном мире, сейчас мы живем уже несколько в другом мире, конечно, да, то есть, отношение, опять же, к мужскому здоровью было намного проще, чем к женскому, да, потому что основная идея состояла не в том человеческом капитале, который на сегодняшний день существует, а основная идея существовала в основном в том, чтобы увеличить, да, скажем, была основная концентрация на деторождении, чем на сохранении уже существующих мужчин, да, вот. Вот, а учитывая, что, если, скажем так, нам через 9 месяцев нужно 100 новых человек, в принципе, достаточно одного мужчины и 100 женщин, ну, меньше, чем 100, но меньше, да, примерно. Соответственно, как бы, что и, собственно говоря, очень хорошо показало послевоенное время, да, то есть, количество мужчин было резко снижено, женщин тоже, в общем, снижено, но в целом меньше, чем мужчин, да, то есть, и как-то это не помешало создать бум рождаемости, да, после Второй мировой войны. Вот, и, собственно, как бы, ну, как сказать, если, поэтому, как бы, проблемы мужчин как-то особо сильно не обсуждались, потому что они, собственно говоря, на сохранение популяции мало как-то влияют. И тема вообще с андрологией как таковой, она появилась, ну, как бы, наука относительно свежая, и, в общем-то, как-то не странно, но крутится она в основном вокруг здоровья конкретно половой системы мужчин. Вокруг здоровья вообще мужчин в целом, эта наука особо даже, как бы, не сильно крутится, да, то есть, как бы, никому это, опять же, почему-то тоже малоинтересно. Но, опять же, в мужском организме есть ряд особенностей, да, то есть, которые мы сегодня попытаемся как-то так немножко обсудить. Ну, первое, да, то есть, что важно понимать, да, то есть, мужской организм, его особенность взрослого мужчины состоит в том, что уровень гормонального фона у мужчин в среднем постоянный, да, то есть, вот, как бы, он, конечно, колеблется, колеблется, в общем-то, в достаточно узких пределах, но в целом он во многом определяется, ну, скажем, во-первых, генетикой, да, то есть, во-вторых, он во многом еще и определяется особенностями прохождения детского и пубертантного возраста, да, то есть, и здесь тоже есть ряд моментов, потому что в случае, если пубертант прошел, как бы, не очень по-мужски, да, то есть, то вероятность создать полноценный гормональный фон в дальнейшем, ну, тоже будет достаточно, ну, как бы, сложен, да, и, естественно, основным, основным гормональным, основным гормоном, который выполняет, ну, как бы, основную роль, именно с точки зрения половых гормонов, выполняет тестостерон, который у мужчин, в общем-то, да, то есть, как и у женщин, да, то есть, есть два органа, которые его производят, да, то есть, ну, мужчина в основном, да, производит половые железы, и второй орган, который дублирует эту функцию частично, то есть это надпочтники. Причем, что интересно, это важно, я как-то рассказывал на лекции, в частности по женскому здоровью, что мужчина может стать мужчиной только в одном случае, если он переживет некое необходимое для него количество травматического опыта. То есть мужчина не может родиться мужчиной, в этом есть определенная проблема. То есть мужчиной можно только стать, а женщиной можно только родиться. Тут тоже есть такая интересная штука. Почему? Какое это отношение имеет к эндокринологии? Опять же, все тоже достаточно интересно. Дело в том, что, как уже я говорил, получается, что чем больше мужчина, до определенного предела, конечно, получает какого-то стрессового травматического опыта, то тем интенсивнее будут стимулированы его надпочтники. Чем они больше будут стимулированы, тем больше андрогенов он будет производить. И, соответственно, это в свою очередь создает в мужчине определенные мотивации внутренние, потому что тестостерон на самом деле очень широко действующий гормон. Он действует, начиная от того, что за счет действия тестостерона ускоряется деление очень большого количества клеток, в частности кровотворной системы, в частности скелетных, то есть скелета, то есть период роста. Поэтому среднестатистический мужчина, он больше по массе и, как правило, по росту, чем среднестатистическая женщина именно за счет тестостерона. Причем, опять же, что интересно, что тестостерон в процессе роста, то есть его количество со старта относительно невелико, если вот так вот посмотреть, тоже сейчас я поясню интересную штуку такую, потому что сегодня, к сожалению, вот эта кривая изменение концентрации половых гормонов, она у современных мужчин и не очень мужчин, ну, особей мужского пола, я так скажу, она как бы не срабатывает, эта технология, потому что сегодня много особей, мужского пола, но не мужчин, вот, де-факто, да, то есть, причем, как на уровне поведения, так и на уровне строения тела, ну, и тем более психики. А фишка в чем, что, естественно, ребенок рождается в минимальном количестве половых гормонов, да, то есть, ну, минимальный, потом в период пубертата он начинает активно нарастать, да, активно нарастает, 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 здесь формируется пик, и потом плато, 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 плато умер, ну, просто просто, да, то есть, как бы, в отличие от женщин, помните, да, то есть, вот эта ситуация, когда вот так вот, так вот это за день, да, вот, здесь, ну, как бы, все достаточно просто, стабильно, да, то есть, и, ну, как бы, вот, по-мужски. Почему? Вот здесь вот, ну, я, может, немножко не совсем правильно рисовал, сейчас я правильно рисую, вот так. Причем вот это вот, вот этот период, он может быть относительно короткий. Ну, допустим, это может быть мужчина, допустим, в 65 лет, да, то есть, вот здесь он может быть там 75-80 лет, то есть, это вот процесс резкого падения вроде гормонов, да, он, на самом деле, опять же, во многом поведенчески управляемый, ну, и нутриентно управляемый. Потому что, если мужчина будет вот в этот период времени жить в среде, которую его будут постоянно подстегивать и создавать у него определенный мужской антураж жизни, да, то есть, ну, например, он будет заниматься воспитанием будущих мужчин, ну, к примеру, в этот период времени, ну, допустим, внуков, да, или других каких-то учеников, да, то есть, будет учить его каким-то мужским, как бы, делам, да, то есть, он, соответственно, может там до 70 с лишним лет, да, то есть, поддерживать достаточно высокий уровень половых гормонов, как с точки зрения, ну, как бы, производства их в яичках, так и с точки зрения производства их на почве, да, вот, а если он уже в 30 лет начнет заниматься, как в Советском Союзе было хорошо жить, вы знаете, да, таких мужчинчиков, вот, и как сейчас тяжело, как сейчас плохо, вот, а вот были времена, ну, что-нибудь такое, да, то, в принципе, этот период уже в 30-35 лет, да, то есть, может выйти вот в такой вот, ну, и там дальше что-то будет непонятное, да, то есть, и этот мужчина, ну, то есть, он попадет в климакс уже в достаточно раннем периоде, ну, в раннем возрасте, в принципе, реально до 40 лет это может произойти, да, то есть, когда мужчина начинает попадать вот в это вот слово выпало у меня из головы, когда все время вспоминают, а в ностальжи, да, вот, это уже, ну, как бы, реально опасная тенденция, да, то есть, потому что в данном случае, как только возникает падение уровня половых гормонов, да, то есть, достаточно сложно меняются и физиологические определенные параметры организма, да, то есть, ну, во всяком случае, что сразу четко видно, да, то есть, мужчина резко начинает набирать массу, да, вот, причем массу он начинает набирать двояко, сначала в животе непосредственно, да, то есть, а потом он начинает ее набирать еще и на уровне боков и, извиняюсь за выражение, задницы, да, вот, да, вот это слово из четырех букв, но я, как бы, в прямом эфире, да, да, вот, примерно так, а почему, да, то есть, сначала, ну, то, что касается, допустим, живота, да, то есть, тут, как бы, понятно просто потому, что скорость обмена процессов падает, да, а с точки зрения боков и того самого слова из четырех букв, да, то есть, то тут получается, что мужчина ведь производится и мужские, и женские половые гормоны, да, причем женские частично, опять же, производятся в яичках, а частично производятся где? В жировой ткани, и поэтому получается, что, да, вообще, вся жировая ткань, да, то есть, это гормонально активная ткань, которая, в частности, производит женские половые гормоны, как у мужчин, так и у женщин, ну, не только, там, не один гормон, да, то есть, производит женская половая ткань, а, тьфу, жировая ткань вообще, как у женщин, так и у мужчин, да, вот, ну, ладно, смотрите, вот тут интересный момент возникает, Вот этот вот пик, который происходит в возрасте от 18 до 25 лет, ну плюс-минус, он к чему приводит? Он приводит к тому, что закрываются точки роста. Закрываются точки роста, и этот будущий мужчина, он перестает расти. Или уже состоявшийся мужчина, он перестает расти. И к слову сказать, вот этот вот интересный тоже момент. Вот этот вот провал, то есть сначала рост. Вот смотрите, здесь пик юношеской гиперсексуальности. Ну и соответственно, кстати говоря, там где есть пик гиперсексуальности, там где есть провал интеллектуализации всей, ну, обучайности. Потому что не до этого, мозги отвечают сюда. Вот, тут тоже есть, ну, как бы проблема. И вот после этого пика, да, то есть возникает уже более-менее стабильное плато. И такие ребята, они перестают просто расти в этот период времени, да. То есть начинают уже формироваться интеллектуально, ну, ментально, эмоционально вот в этот период времени. Интересно, что в современном мире, учитывая то, что ряд мужских качеств находится либо невостребованно, либо под запретом, либо, ну, скажем так, социально, да, то есть блокируется. Ну, почему социально блокируется? Потому что, учитывая то, что пару поколений назад институт семьи, как таковой, да, был целенаправленно уничтожен. Ну, как уничтожен? Ну, уничтожается до сих пор. Вот. То очень большое количество детей растут в семьях женских, чисто. Вот. И, соответственно, получается, что многие мужские, как бы, задачи, которые должны ставиться перед ребятами, да, то есть они ими не ставят. Потому что, по идее, эту задачу должен ставить отец. Ну, или, как бы, его заменяющий человек. Не обязательно, кстати, говорит отец. Это может быть дед, это может быть другой мужчина, там, не знаю, брутальный, там, какой-нибудь тренер, там, по чему-нибудь, по мордобитию, например, да, то есть вот такая есть тема. По чем-нибудь еще, то есть либо какие-либо, ну, то есть разумные мамы, да, то есть они своих вот таких вот сыновей в этом возрасте не садят рядом с тобой смотреть, например, сопливые сериалы, да, то есть они готовы, как бы, что-то другое им предложить. То есть то, что где-то реализуются какие-то мужские, как бы, дела, какие-то мужские задачи, потому что, на самом деле, вот это очень важно. Фишка в чем? Фишка в том, что у многих, ну, у некоторых, и это видно хорошо на улице, когда идешь, да, у ряда ребят вот этот пик не происходит. И они, что интересно, они вот так вот, ну, вот так вот функционируют потом, даже вот так вот, может быть. Они продолжают расти достаточно долго, да. Причем, что интересно, у них не формируется мужская фигура. Я сейчас опишу этих ребят, вы, я думаю, меня поймете. Это высокие особи мужского повода с фигурой, где плечи равны фактически к тазу. Видели таких, да? Как правило, вот такие вот сутулы, да. Как правило, ну, опять же, скрывающие свою сутулость там длинными волосами, еще какими-то там трендами, всякими штуками, да. Занимающиеся, как правило, ну, некими, ну, с их точки зрения, творческими всякими делами, да. Ну, точно не мужскими, да. А? Гитара, пианино, ну, например. Ну, это в лучшем случае, да. Могут быть другие варианты, да, то есть такого рода. А? Тату, все обвешенные, но это что же? Тату уже немножко другая тема, да, то есть, это, ну, как бы, зависит от семьи, да. То есть, насколько вообще этот ребенок, в принципе, он был семьей, ну, востребован как ценный. Если не был, если ему приходилось все время доказать, что он ценный, что он хороший и так далее, то он будет весь в тату, это понятно. Вот, потому что, по сути дела, да, то есть, большая часть тату современных, да, то есть, они, ну, я уже не буду говорить истории, если, не знаю, интересно, откуда тату вообще взялось. Ну, как бы, понятно, есть, ну, во-первых, есть деление, да, то есть, есть этнические тату, они были, ну, у нас практически мало распространены. И в старославянские времена были немножко распространены, это было, это были касты, которые сегодня называются кастами, ну, именно, ну, в Индии, например, да, то есть, это, как их, каста, каста, каста военных, как они называются в Индии, уже забыл. Брахманы и, ну, неважно, вот, ну, дело в том, что, ну, как бы, в свое время, обратите внимание, да, что фамилия, что такое фамилия? Фамилия, по сути дела, это род занятий, правильно? Род занятий. И, в общем-то, логично считалось, да, что если человек находится в рамках этого рода, да, то есть, имеет некую такую там фамилию, да, то, соответственно, есть вероятность, что он это дело, которое делал его отец этими генетическими параметрами. Ну, например, вот, там, кузнец, например, да, то есть, он, как правило, как правило, да, то есть, будет выбирать себе жену параметров, похожих на параметры его мамы, так мозг устроил, да, сам он тоже, мягко говоря, нелегкого десятка, это, да, и жену себе тоже будет выбирать, скорее всего, не 38 килограмм. Вероятно, что у него родятся дети, примерно его параметров очень высоки, так, соответственно, вероятно, что им будет легче заниматься кузнечным делом, чем, ну, там, 50 килограммовому мужичку, да, то есть, ну, есть, поэтому считалось, что, ну, как бы, если это каста, да, то есть, вот такая-то, то, соответственно, и передавались по наследству и профессии, и прочее, прочее. Поэтому, ну, это одна, одна тема, да, то есть, ну, она древняя, она, как бы, мало здесь влияет, но те, ну, как бы, вообще, наколки, которые сегодня, они есть, да, то есть, они появились ведь изначально на британском флоте. Британский флот, ну, как вы можете представить, да, то есть, британский флот в основном состоял от тех людей, которые валили на этот флот, ну, как бы, будучи в спокойном состоянии, да, то есть, имея, там, возможность жить на земле, уйти куда-нибудь, не зная куда, и не зная, вернешься или нет, да, то есть, можно было только под страхом смерти. То есть, под страхом наказания, ну, допустим, за какие-то преступления. Поэтому, в основном, большая часть команд британских изначально, да, то есть, это были преступники, да, то есть, это были преступники, да, собственно говоря, там появились, появились первые татуировки. Ну, как бы, от безделия, в большей части, да, то есть, которые татуировались чем? Темным порохом, в основном, да, вот, и потом, когда они возвращались домой, да, то есть, и попадали, опять же, в тюрьму, ну, и, как бы, эта тема пошла дальше в тюрьму. Это один момент. А второй момент, ну, как бы, то, что касается женщин, то татуировали, то есть, клеймили в основном проституты. Или наложницы. Ну, как бы, собственно, тоже самое. Ну, как бы, не, ну, не то же самое, но, как бы, да, близко. Соответственно, ну, как бы, это, если говорить вот эту татуировку в том виде, в котором, ну, как бы, они изначально создавались. Сегодня, да, то есть, сегодня, понятно, ситуация, как бы, она, ну, как бы, идеологически другая, но, по сути, по сути, да, то есть, как бы, вот, ладно, ну, нездоровая тенденция, вообще, в принципе, конечно, да, то есть, нездоровая, реально, психически, нездоровые. И это надо просто понимать, что люди чаще всего это делают, потому что, в общем-то, не очень принимают себя. По тем или иным причинам. То есть, самому себя. Если, конечно, нет, опять же, каких-то жестких установок на то, чтобы создать на себе какой-то символ, на котором ты постоянно будешь концентрировать свои какие-то задачи. Но это как бы редко бывает. И, кстати говоря, возможно, даже если татуровки эти и есть, то они находятся в таких местах, где их никто не видит снаружи. Ну, таких мест, как придумать, не так можно. Даже их тоже и самому когда видится. Есть такие места, но тогда я их самому не вижу. Итак, ладно. Смотрите, вот эта вот ситуация, я просто не знаю, что я отсюда залез, но все же, да? То есть, вот эта ситуация, когда возникают вот такие ребята высоченные, под 2 метра, то есть, без признаков, определенных признаков пола связаны с нарушением вот этого вот гормонального пика, который, в свою очередь, связан с целым рядом моментов, которые я сегодня ну, тоже, как бы, проговорил, да? Немного эти моменты. Вот. Ну, с анатомической точки зрения, я вот сейчас в гормональный влез, да? То есть, с анатомической точки зрения мужской организм отличается от женского, кроме гормональных, да? То есть, ну, естественно, некоторыми органами, да? То есть, ну, яички сами по себе, то есть, по сути дела, сами по себе половые органы содержат определенное количество канальцев, да? То есть, в которых, собственно, происходит постоянно производство половых клеток. Этих канальцев в среднем у мужчины порядка 400 метров где-то, ну, на каждом, по 200 метров на один тестик, получается, где-то этих канальцев, в которых, начиная с полового развития и до, в общем-то, смерти в преклонном возрасте, да? То есть, постоянно производится половые клетки. В среднее время на смену сперматогенного эпителия, который проходит около трех месяцев, полная смена сперматогенного эпителия порядка трех месяцев. Соответственно, минимальный срок подготовки к беременности, например, да? Для мужчин составляет три месяца. Лучше шесть, для того, чтобы было две смены сперматогенного эпителия. А вот, причем, сами по себе эти стикулы, как вы понимаете, у всех млекопитающих, да? То есть, при таком активном производстве половых клеток, причем 24 часа в сутки всю жизнь, да? Вот, вынесено за пределы тела по одной простой причине, да? То есть, снижение, для снижения активности бронзовского движения, для снижения температуры, просто, да? Вот, потому что снижение температуры сперматогенеза на градус уменьшает количество мутаций на порядок. А учитывая, что температура в тестиклах должна быть в районе где-то 34-34,5 до 35 градусов, обычно 34 должно быть, да? По идее. То, соответственно, количество мутаций снижается на два порядка в среднем. Вот, два порядка. И, соответственно, у нас есть природный механизм, смысл которого состоит в том, что чем выше температура тела, температура, точнее, мошонки, тем меньше скорость сперматогенеза. Поэтому, опять же, вот, если возвращаться к этническому, к этнической одежде, да? То есть, то этническая мужская одежда, в свою очередь, я все про женскую врачи говорю, да? Там, этническая мужская одежда предполагает, что тоже, как вы, наверное, заметили где-нибудь в музеях и так далее, понятие мужских трусов не помните, да? Были так называемые, помните, портки, да? Что такое портки? По сути дела, или само по себе нижнее белье. Это штаны те же самые, да? То есть, очень свободного кровя. Я недавно вот посмотрел, мне просто было интересно, что-то вот, как бы, завелся я на тему посмотреть выкройки, да? То есть, насколько это, ну, как, что это за выкройка? Оказалось, выкройка чисто прямоугольной формы, абсолютно, без всяких лекал, там, ну, без всяких, там, заужений. Просто, просто две, два куска прямоугольных, прямоугольного полотна, да? То есть, вырезано вот так вот по центру, точно так же прямоугольником, да? Вот. Здесь просто загнуто под завязку, да? То есть, и просто, как бы, свободно, там, ну, где-то до, почти, ну, либо до голеностопа, да? То есть, либо были подки более высокого типа, да? То есть, это было нижнее, ну, как бы, собственно, нижнее белье. Причем, опять же, да? То есть, непосредственно само седло ниже машонки, в любом случае. Ну, как бы, это особенность, ну, вообще, всего этнического, ну, как бы, все этнической одежды. Ну, мужской, ну, женской, мы уже говорили, да? То есть, конечно, ситуация, примерно, точно такая же, да? То есть, ничего не касало женской промежности. Поэтому, опять же, обратите внимание, свободные трусы мужские называются как? Семейные. Семейные, да? Потому что в плавках сильно много не народишь. Потому что плавки, да? То есть, автоматически придавливают машонку к коже, и, соответственно, температура растет. Да. Температура растет, сперматогенез ухудшается. Сперматогенез ухудшается, да? То есть, поэтому мужчинам, допустим, готовящимся стать отцами, да? То есть, не рекомендуется ванной, и вообще не рекомендуется ванной, в принципе, мужчинам. Не рекомендуется интенсивная, там, какие-то банные процедуры, ну, какое-то время, да? То есть, именно для того, чтобы сохранять пониженную температуру тела. И, к слову сказать, даосские практики связаны с увеличением мужской фертильности, с активацией именно сперматогенеза, да? То есть, они крутятся вокруг нескольких аспектов. Первый, самый главный аспект – это кратковременное охлаждение. Ну, даосская практика массажа тестикул, да? То есть, она состоит в чем? Берется просто. Ну, это просто многие задают вопрос. Сегодня, ну, бесплодных семей неимоверное просто количество. Ну, просто это караул какой-то дикий. Вот буквально сегодня. Только за сегодня у меня две, ну, как бы, два запроса по бесплодию. Да, причем, ну, как бы, возраст, ну, в среднем около 32-35 лет. Ну, вот такая вот ситуация, да? И, значит, в чем, как бы, суть? Суть состоит в том, что берется просто одна, ну, какая-то чашка, ну, в китайской, как бы, традиции обычная чашка, туда наливается холодная вода, кладется лед, да? То есть, мошонка кратковременно погружается в лед. Ощущение, наверное, так себе. Ну, как бы, ну, в принципе, да, то есть, один из... Ну, то есть, не надо, как бы, его морозить, да? То есть, просто резкое охлаждение. Вот. Потом массаж, опять охлаждение, массаж. Ну, пока массаж не согревается опять. Вот. И таким образом, через... Достаточно быстро, да, то есть, можно, в принципе, догнать именно, ну, как бы, работу, то есть, сперматогенного эпителия сделать более интенсивно. Потому что вот такая технология, она реально опробована и очень давно, еще на императорах Китая, да? То есть, которые могли быть фертильными в возрасте там, за 80 лет, да? То есть, они вполне могли быть фертильными в этом возрасте. Там были и другие технологии, но все же, да? Вот. Вторая группа клеток, да? То есть, которая находится в тестику, это, собственно говоря, сами клетки, производящие половые гормоны. То есть, мужские половые гормоны, как и женские, да? То есть, по сути, являются гормонами, производными холестерином. Да? То есть, поэтому ее называют астероидными гормонами. Мужские половые гормоны более простые, по сути, да? То есть, ну, что для того, чтобы произвести женские половые гормоны, нужно сначала произвести мужские половые гормоны, потом из них сделать женские половые гормоны. То есть, они такие тюнингованные, да? Это как бы тема. А вот. И, собственно говоря, в тестикулах все, да? Единственная еще особенность тестикулов состоит в том, что очень богатое кровоснабжение, да? То есть, и достаточно объемно-венозный отток. Это необходимо, опять же, для того, чтобы поддерживать полноценность функционирования любых эндокринных органов. Мы уже это говорили. Любой эндокринный орган очень богато кровоснабжен. А если он богато кровоснабжен, он точно так же должен быть богато, скажем так, обслужен венозным оттоком. То есть, здесь кроется одна хитрость. Хитрость состоит в том, что увеличение внутрибрюшного давления, как и вообще увеличение давления во всей системе вен ниже уровня печени, автоматически увеличивает давление в мошонке венозное. Поэтому одним из достаточно распространенных явлений современных мужчин является заболевание, которое называется варикоцелия. Варикоцелия – это как раз варикозное расширение вен яичка и семенного канатика. Больше семенного канатика яичка, это были не… Основная вена концентрируется в семенном канатике. Поэтому при натуживании… Кто проходил когда-нибудь военные комиссии неоднократно, мужики проходили, хирург в основном щупает именно семенной канатик. То есть при натуживании, если в норме семенной канатик, он просто канатик и канатик, то при натуживании семенной канатик примерно по ощущениям, как нам рассказываем, так и есть. То есть как будто ты щупишь не канатик, а связку дождевых червей. Ну, примерно так получается. Причем если их кровь выдавить, отпустить, они опять надуваются. Опять выдаваются, надуваются. Считается, что такое варикозное расширение вен может привести к тому, что это приведет к повреждению сперматогена в эпителе. Ну, не знаю, насколько это глобальная правда. То есть сейчас хирургическая активность по поводу варикоцеля стала немножко меньше. Но все же, ну, все равно делают эти операции. Еще раз повторюсь, в данном случае речь идет о каком-то… Ну, то есть увеличение чаще всего внутри брюшного давления. Опять же, это что? Это запоры, это поносы, это гиподинамия, это уплотнение печени. Ну, вот такие вот причины, да, то есть которые… Ну, у спортсменов, таких классических спортсменов, у которых особенно силовиков, да, то есть это уже физиологическое состояние, потому что у них, ну, допустим, тот же пресс, да, находится в состоянии высокого тонуса длительный период времени, да. То есть это создает тоже определенные условия для, ну, варикоцеля. Я просто вам вопрос. Да. Если вот есть эта проблема и гиподинамия, и человек говорит о том, что у него страх о том, что если он будет там активность проявлять, ну, не знаю, там, сжимать, например, и расслаблять ягодицы, то тогда это будет усиливать? Нет. Это будет как раз улучшать. То есть, ну, это не ягодицы, вообще не ягодицы, речь идет не ягодицы, да, то есть это отдельная практика, опять же, даоская, да, ну, как бы это у мужчин и у женщин, да, то есть получается, что вот это основание пениса, например, да, анус, ну, или в данном случае, если речь, допустим, о женских половых органах, да, влагалище, анус, да, то есть вот здесь вот располагается такая мышца, которая восьмерка, вот так, да, функция восьмерочная, вот такая вот, здесь она формирует, ну, то есть находится около сфинктера, здесь тоже около сфинктера, да, то есть мышца, которая составляет фактически дно промежности. У современных людей, еще и многие современных людей, это мышца фактически в полуатрофированном состоянии находится. Почему? То есть в полуатрофированном состоянии. А потому что они функционируют практически, опять же из-за гиподинамии, опять же из-за гиподинамии, да, то есть поэтому есть специальная практика, да, то есть которая которая тренирует эту мышцу, да, то есть это вообще эти практики, они в тантре очень активно, в тантрической как бы науке, да, то есть вот именно в тантре они очень активно, как бы там есть куча всяких технологий, да, то есть, ну, как бы она больше, ну, как бы касается с женщин, потому что тренировка интимных мысль женщин начинается с тренировки на промежности, а потом уже дальше начинается, ну в тантре идет уже движение на тренировку мышц влагалища, сначала нижних отделов, средних, верхних, да. И соответственно, когда эта мышца работает активно, ну тогда, во-первых, значительно менее вероятно развитие геморрона, это раз. Потому что это одна из технологий работы с геморроем. Во-вторых, значительно меньше вероятность венозного застоя в малом тазу, в принципе. А для мужчин это тоже имеет большое значение, потому что получается, что, ну я сейчас расскажу почему, потому что еще один хитрый угол. Вот, про тестикулы я сказал, да. Да, значит, дальше. Другой еще, да, то есть интересный орган, который называется часто вторым сердцем мужчины, это предстательная железа, да. Опять же, орган, который, что самое интересное, изучается до сих пор, да. Потому что, в общем-то, не очень часто понятно, на какого лешего он в таком, в такой орган здоровенный, да, то есть, как бы нужен. Ну, как бы больше всего сошлось, сошлись мнения на то, что этот орган создает жидкость, которая значительно увеличивает способность семенной жидкости к оплодотворению. Ну, как бы это пока основная идея, да, то есть, основная идея этого органа. Хотя не только, да, потому что предстательная железа является органом, в котором происходят определенные пертурбации, скажем так, с мужскими половыми гормонами. Там же сконцентрировано очень большое количество, ну, как большое количество нервных окончаний, вот, которое так или иначе влияет на вегетативную нервную систему. И в дальнейшем даже на высшую нервную деятельность. Потому что одним из проявлений, да, то есть, у мужчины хронического простатита является тоже особенность психики, своеобразная. То есть, они начинают, ну, то есть, в чем, как бы, тут особенность? Мужчины вдруг ни с того ни с сего, ну, как бы, да, то есть, становятся очень лобильно эмоционально, очень сильно проявляется, как это сказать, сейчас скажу, это слово выскочило. Лучше бы давно не читал лекции, называется, несколько дней. Ну, то есть, короче говоря, каждое, что-то, если зачесалось вдруг, то это к смерти, однозначно. Тревожность, да? Мнительность. Да, очень нынительные ребята становятся, да? Вот. Очень, ну, то есть, мнительные, раздражительные, да, то есть, вот такие вот, то есть, больше начинают реализовывать, ну, какие-то, ну, в худшем понимании, скорее, детско-подростковые, ну, или там, девичьи какие-то, вот такие, ну, как бы, признаки психологические. Очень сильно начинают ныть просто. То, чего раньше не делали. Ну, не то, что есть такие мужчины, которые это, ну, то есть, они такие в семье создались таковыми, да? Это прямо из... Один из механизмов, да, это простатит. Причем в вопросниках по простатиту, вопросниках, да, то есть, как раз есть целая группа вопросов, которые говорят, а есть ли это, а есть ли то, ну, есть ли такие вот, появилось ли такое вот ощущение, что вот такие явления, да, то есть, вызывают у вас тревогу, а раньше не вызывали, там, и так далее, да? То есть, считается, что здесь двоякая причина, то есть, одна из причин, это, опять же, нарушение обмена половых гормонов, которые происходят в нормальной представительной железе, а другое, это особое влияние нервных окончаний, которые меняют, ну, то есть, именно ощущения со стороны, ну, подкорковых образований нашего головного мозга, там, где формируются такие глубинные очень эмоции, ну, и так далее. вот, поэтому, поэтому мы, как бы, между собой все время, да, то есть, мы таких мужчин называем простатитики, мы, как бы, они, когда приходят на консультацию, это уже, ну, как бы, своего рода такой вот диагноз, когда они начинают вот так вот ныть все время, предъявлять кучу жалоб, предъявлять кучу тревожных ожиданий, которые, ну, фатальны с их точки зрения и так далее, да? То есть, это вот очень частая тема, да? То есть, это, опять же, частая тема мужчин, которые по тем или иным причинам находятся в состоянии длительного воздержания, ну, например, там, те же священники, там, некоторые монахи, вот, они, с которыми приходилось работать, да? То есть, там возникает застойное явление определенное, да? То есть, ну, и обновленные психологические моменты, которые могут создавать такого рода условия. А так получается, что предстательная железа на самом деле производит простатическую жидкость, небольшое его количество, которое позволяет ну, то есть, которое позволяет общей, в целом, семенной жидкости работать более эффективно. Производится, ну, то есть, в этой же простатической жидкости находится большое количество, так называемых, местных биогенных регуляторов, их много, в основном с группы, так называемых, простагландинов. Вот эти простагландины, часть простагландинов, одна из самых таких дефицитных частей простагландинов, производится конкретно из омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Производится из насыщенных кислот, но насыщенные, то есть, которые производятся из насыщенных жирных кислот, эти простагландины обладают провоспалительным действием, то есть, усиливая воспаление. Поэтому одним из важнейших моментов, связанных с коррекцией питания мужчин, ну, то есть, при хронических воспалительных процессах, да, то есть, является ограничение количества насыщенных шумов с увеличением количества омега-3 полиненасыщенных. Вот. Представительная железа сама по себе охватывает мочеиспускательный канал, да, то есть, соответственно, изменение в структуре представительной железы субъективно будет оцениваться как нарушение при мочеиспускании. То есть, в данном случае напор струи просто будет меньше при той же силе мочевого пузыря. Вот. Ну, вот такая вот штука. Ну, и, собственно говоря, половые члены, то есть, достаточно простая тема. По сути дела, это видоизмененные венозно-сосуды, как бы так, с глобальной точки зрения, имеется в виду пещеристые тела, да. В основании, да, то есть, в основании пещеристых тел находится специальная мышца из группы мышц поперечных полосатых мускулатур, опять же, из мышц тазового дна, которые иннервируются непосредственно из консеконечных отделов спинного мозга. Ну, вот, как-то так, да. Причем, ну, причем, что, ну, как бы, регуляция, то есть, деятельность этих, деятельность этой мышцы глубоко психогенно зависима, да, то есть, она повредится технически, эта мышца, но может с большим трудом, скажем так, да. То есть, в основном, речь идет о том, что если говорить в конце концов, ну, то, о чем вот говорят многие, да, то есть, в конце концов, если говорить о причинах развития эректильной дисфункции, то получается, что эректильная дисфункция, в конце концов, вопрос психологический. Даже в случае, если речь идет о очень пожилом человеке, да, то есть, у которого упал уровень стероидов, например, да, то есть, падает уровень стероидов, соответственно, падают определенные мотивации сознания. И это, в свою очередь, приводит к эректильной дисфункции. То есть, не уже, в свою очередь, блокирует эти вот моменты, да, то есть, и, соответственно, вопрос сексуальности мужчин, на самом деле, да, то есть, очень глубоко психоген, да, очень глубоко, то есть, и фактически, если говорить о эректильной дисфункции мужчин молодого и среднего возраста, да, то есть, она может быть исключительно, то есть, практически всегда это психогенный фактор, за крайне редким исключением, да, то есть, причем, ну, как бы, это одна из тонких систем, да, то есть, как вы понимаете, да, то есть, чисто технически получается такая интересная ситуация, несмотря на определенное, ну, как бы, общественное мнение, да, то есть, интересно, ситуация сексуальности мужской и женской состоит в том, да, что технически женщина может заниматься сексом, если не хочет. Технически может, да, а мужчина технически не может. Вот такая интересная штука, да, то есть, и когда, допустим, вот мне приходится работать с мужчинами, ну, как правило, да, то есть, возраста там в районе, там, ну, 50 лет, да, то есть, которые там, ну, плюс-минус, да, то есть, которые заявляют такие вещи, ну, как бы, как эректильная дисфункция, то оказывается, да, что эректильная дисфункция, она не тотальная, а с очень конкретной женщиной. С остальными женщинами никакой эректильной дисфункции не наблюдается, да, вот, это бывает очень и очень часто, да, то есть, это, я сейчас не говорю о мужчинах, вот именно возрастом, там, там, ну, 50 плюс-минус, когда уже речь заходит о более старшем возрасте, где уже чисто по возрасту снижается уровень половых гормонов и, соответственно, да, то есть, все вот эти каскад событий от мозга и далее, там уже, да, там уже есть, ну, как бы, причины, которые, ну, как бы, не являются чисто психогенными, да, то есть, уже есть органическое, как бы, основание, которое приводит к этим проблемам. Вот, это то, что касается, вот, как бы, ну, именно вопросов, связанных с непосредственно половым членом, там вообще ничего не болеет никогда практически само по себе. бывает перелом, кстати, видал, да, серьезно, бывает перелом, ну, то есть, просто при... Хрящевой ткани? А? Хрящевой ткани? Не-не-не-не, там нет хрящевой ткани никакой абсолютно, то есть, во время возбуждения, ну, это обычно после воздержания длительных, вот это, в основном, я видел два раза в урологии у этих самых, у зэков, которые откидываются, вот, они уходят из тюрьмы и, как бы, долгое время пытаются как-то нагнать упущенное, да, и в этой ситуации при определенных, при, ну, то есть, на фоне очень большого возбуждения, да, то есть, при переломовании, фактически, да, то есть, разрывается пещерское тело, называется перелом по урологу. Да, то есть, он, ну, тогда там такой громадный синяк, да, сам он становится почти в раз в два толще на какое-то время за счет крови, да, то есть, это все ушивается, то есть, это не то, что какая-то большая проблема, да, ну, вот есть такая вот ситуация, бывает, ну, как бы, у обычных людей не встречается, в основном это встречается, либо у, ну, допустим, еще, я сам не видел, ну, то есть, есть определенные психические расстройства, когда, ну, опять же, да, то есть, возникает такой член, членовредительности на фоне, как бы, неконтролируемого возбуждения, такие тоже бывают, это всегда нет, все больше. Дауна, некоторые мужчины-дауна тоже могут, как бы, тоже могут попадать на подобные проблемы, такое тоже бывает, они же тоже очень у многих, дауня, дауня, то есть, очень гиперсексуально смотрят на уровне, ну, там, проблем с мозгом. Вот, ладно, сейчас я это убираю, теперь, смотрите, возвращаемся тогда опять к норме, да, то есть, и как это и норма управлять. Еще про анатомию, сейчас я, поскольку подумаю, сейчас про анатомию, наверное, пока все, наверное, больше все это не нужно, да, хорошо. Значит, итак, значит, для того, чтобы, ну, фактически формировался мужской организм, еще раз повторюсь, да, то есть, очень важно, чтобы этот мужчина был в мужских условиях, ну, как бы, вот это очень сложно переоценить, да, то есть, вообще реально крайне сложно переоценить, потому что, если не будет вот этой вот мотивации, да, то есть, не будет и полноценного гормонального фона, и, соответственно, ну, как бы, надпочечники не помогут создать сначала пик, ну, вот этот вот пик, надпочечники не помогут создать, это раз. Второй момент, особенности питания, да, то есть, которые сегодня, ну, как бы, важно соблюдать. Самыми эстрогенными, ну, как бы, насыщенными на сегодняшний день продуктами питания являются курятина, а что вы хотите? Курятина, одно из самых насыщенных, да, то есть, эстрогенными, очень большое количество, то есть, особенно в быту, количество пластиков, да, тоже момент. И, кстати говоря, один из моментов, тоже важных, которые надо понимать, что особенно, то есть, сегодня еще дополнительный аспект, это масла различных пластиковых, пластиковых посудей, тоже такая тема, да, то есть, по идее масло, да, то есть, желательно, да, то есть, масло, если вы покупаете, все-таки покупать в стекле, вот, потому что длительное нахождение масел, да, то есть, а само по себе масло, это хороший растворитель для жертвы растворимых веществ, да, а в пластике, да, то есть, есть очень мощное вещество, я же не буду сейчас его называть, не в этом дело, да, которое обладает сумасшедшей гормональной активностью, да, то есть, просто сумасшедшей, особенно, как бы, то есть, это, ну, как бы, особенно эти вещества попадают, ну, то есть, активно попадают в растворы, ну, например, они даже могут попасть в воду, но в данном случае при замораживании воды в пластике, сейчас это многие практикуют, берут там воду в пластике, замораживают, да, потом размораживают, делают, типа, живую, структурированную воду, да, то есть, она-то структурированная, да, то есть, ну, очень ядовитая, вот, на что она настроена, не знаю, да, то есть, поэтому, если вы, как бы, хотите это делать, то делайте это, пожалуйста, в каком-то инертном материале, самый простой инертный материал, это миска из нержавейки, например, да, потому что, опять же, аримилевая посуда имеет такую же проблему, вот, просто, ну, то, что, я видел, да, замораживается вода в обычной, в обычной миске, да, то есть, потом, опять же, там же легко ее размораживать, да, то есть, и пить, соответственно, либо накалывают из нее лед и потом размораживают туда, когда надо, потому что пластик в этом смысле крайне опасно, либо, в правом, нагревание тоже. Особенно веселая тема про переход этих веществ из пластика в еду, это при разогревании в пластиковой посуде в СВЧ-печи. Вот это совсем весело получается, это очень много чего туда переходит, да, ну, я уж не говорю там об изменении молекулярной структуры еды, там это отдельная тема, да, там вообще непредсказуемо она меняется, то есть, и, соответственно, ферментная система не факт, что подберут все ключики к этой еде, а вот, скорее всего, не приберут, да, то есть, и такая еда намного хуже переваривается, ну, это как минимум, вот, но еще, если это пластиковая посуда, то, соответственно, когда, да, то есть, это процесс, когда я, я, знаете, я когда выкинул свою микроволновку, которую мне два раза подарили, я два раза выкинул, я сам не покупал ни разу, да, то есть, я когда съездил в такой, есть такой наукоград-зеленоград подмосковных, да, то есть, там Исколково недалеко, вот, и где вот пообщавшись с физиками, которые занимались вот, СВЧ, конкретно, излучениями высоких энергий, да, то есть, когда мне объяснили, показали некоторые опыты, я понял, что-то я не хочу эту фигню иметь с фэнглами, потому что реально, реально очень опасная тема оказалась. Вот, поэтому, еще раз, да, то есть, пластики, курятина, ну, в меньшей степени свинина, хотя тоже, да, то есть, в меньшей степени, но все же. Чистая соль. Ну, соя, опять же, сама по себе соя, ну, мы не едим ее в таком громадном количестве, как нам, ну, как это, как бы, как считается опасным, да, а вот, в сои в данном случае проблема, скорее, не с слабым эстрогенным действием, скорее, проблема больше с геномодификацией, да, то есть, вот это вот больше проблем. Здесь, поэтому, ну, здесь я бы не стал, как бы, активно сюда двигаться по той простой причине, что у нас крайне мало людей, которые едят такое количество сон. Ну, за исключением, конечно, тех людей, которые любят питаться всякими левыми полуфабрикатами, типа, там, каких-то дешевых вареных колбас, там, сосисок и так далее. Там понятно, что таких явлений, ну, то есть, таких будет, ну, всяких разных штук много, да, то есть, ну, и соответственно, у них как раз есть такая вероятность. Ну, и, безусловно, углеводы. Там другой механизм, да, то есть, то есть, получается, что чем слаще пища, тем больше эстрогенов. Ну, так, опять же, там через сложный механизм, ну, и в том числе связан с особенностями функционирования жировых кайфов. Поэтому, и по большому счету, мужчины такие мужчины, они вообще, в принципе, к сладкому, как правило, достаточно равнодушны, да, то есть, ну, знаете, да, такие брутальные мужчины, они, как правило, к сладкому равнодушны. Вот. Они могут сесть за компанию и так далее, но стремиться к сладкому они не будут чаще всего. Это все же тоже особенность. В отличие от женщин, да, для которых это абсолютно естественное состояние. Вот. Это то, что касается питания. Значит, с точки зрения основных нутриентных дефицитов, которые имеют современные мужчины, да, то есть, основные продукты, которые как раз поддерживают здоровье мужчин. Ну, один из важнейших нутриентных дефицитов – это омега-3, конкретно полинонасыщенная жирная кислота. Ну, не только с точки зрения, еще раз повторюсь, там, работы с остальными органами и системами, но в частности, да, то есть, крайне важный аспект с точки зрения и сперматогенеза, и полноценного функционирования пристательной железы. Далее, следующий, ну, как бы, такой сложный дефицит, который, опять же, имеет большинство мужчин – это дефицит цинка. Дефицит цинка. Почему, опять же, здесь имеет значение? Потому что цинк, вообще, в принципе, это минерал, который участвует в функционировании всех быстроделяющихся тканей, да, то есть, и в частности, да, то есть, одна из самых быстроделяющихся тканей, да, то есть, и самозащищенных при этом, да. То есть, сперматогенез, по сути дела, ну, то есть, вообще, семенная жидкость как таковая, с точки зрения аюрведической медицины, да, то есть, считается, ну, как бы, жидкость седьмого уровня, то есть, имеющая семь систем очистки. Ну, самая чистая жидкость, которая, в принципе, может быть в организме человека – это семена. Вот, соответственно, и отношение к семенной жидкости вообще во всех базовых духовных различных течениях, да, то есть, оно очень и очень, ну, скажем, такое, как это сказать, слово, что-то опять слова не подбирайте сегодня, ну, не то слово, трепетно это что-то про женщин больше, скорее, скорее оно, ну, как бы, так сказать, это очень дефицитная тема, да, очень дефицитная тема. То есть, считается, что растрата семенной жидкости, да, то есть, сама по себе уже является, ну, как бы, проблемой, проблемой очень серьезной, да, то есть, и, соответственно, как бы, да, то есть, в очень большом количестве различных духовных течений, да, то есть, семенная жидкость, ну, как бы, в идеальном варианте, да, расходуется исключительно на зачатие, да, исключительно, да, то есть, все остальные, все остальные, весь остальной расход считается неугодным. Поэтому даотская практика, например, предполагает обучение мужчин оргазму без эрекуляции, например, то есть вот о том, о чем я сейчас говорил. Поэтому, например, даже в семьях определенных современных духовных учителей ведических, которые себя позиционируют как ведические учителя, то есть у них талибат внутри семьи, например, причем в тот период времени, когда они занимаются каким-то циклом. Цикли могут быть семилетние, трехлетние, например. Потому что считается, что бесконечная растрата семенной жидкости фактически приводит мужчину к истощению. И к слову сказать, опять же, что интересно, что в спорте высших достижений, скажем так, в эти же самые места, где находятся, да, то есть мужчины-спортсмены, никаких жен не допускается в процессе, как в процессе подготовки, так и в процессе соревнований. Причем мужья к женщинам-спортсменам допускаются без всяких проблем, даже это приветствуется. Вот такая вот штука, да, то есть вот такая вот интересная штука. То есть вот именно вопросы, да, как говорил один ведический тренер, он говорил, хорошее воздержание еще никому не помешало. Вот. И, кстати говоря, обратите внимание, что к вопросам вообще воздержания, особенно в кубертанкный период, да, то есть особенно в кубертанкный период, в большинстве традиционных, ну как бы в традиционных различных идеологий, да, то есть относились особо, то есть считалось, что если, ну как бы, допустим, мужчина, ну как и женщина, да, то есть в период пубертанкно вступит в половую связь, да, то такой мужчина или женщина будет лишен возможности, ну как бы, духовно развиваться дальше. То же самое касается и отношений. Отношения активно развиваются до тех пор, да, то есть пока не было сексуальной связи, как и как она произошла. То, что можно было без этой связи развить за неделю, да, то есть придется развивать годы. Это тоже было известно достаточно давно, да, то есть поэтому отношение, в общем-то, ну скажем так, вообще к сексуальности, оно очень такое табуированное тема, да, то есть табуированное по причине очень высоких энергий. Ну, да, то есть, ну, опять же, современный мир, да, то есть предполагает, что, ну, сексуальная жизнь это некая гимнастика с оргазмом, да, то есть, ну, как бы отношения и больше ничего, да, то есть если так делать, ну, соответственно, мир как раз и будет развиваться таким вот странным часто способом, да, то есть каким он сегодня развивается. По большому счету сексуальная революция, которая произошла, да, то есть она как раз была направлена на разрушение табуированного отношения к сексуальной жизни, на длительный период времени, да, то есть именно на тот период времени, пока, ну, как бы и мужчины и женщины не станут таковыми, пока они перестанут быть подростками. Вот это было очень-очень важно, да, то есть в чем тренинг здесь, да, тренинг основной состоит в том, что в этот период энергии очень большие, да, и научиться на уровне этих высоких энергий, очень активных эмоций, ими контролировать, управлять, жить с ними и при этом быть социально, ну, как бы адаптированным, да, то есть на самом деле высоченный тренинг, не сбрасывает энергии. Если сбросишь, ну, тогда все становятся серенькими, тихенькими, да. Вот, поэтому, возвращаясь, цинк, да, то есть очень ценная, как бы, тема для мужского организма, поэтому большинство программ, опять же, увеличения фертильности и так далее, так или иначе будут завязаны на цинке, да, то есть у нас два основных продукта, да, то есть это, собственно, цинковые постилки и защитная формула. Это те продукты, которые позволяют активно управлять как сперматогенезом, так и производством и функционированием тестостерона. Обратите внимание, опять же, что большинство продуктов, которые будут применяться мужчинами, в частности, да, для наращивания мышечной силы, как и объема мышечной массы, без цинка немыслимо абсолютно, да, то есть везде практически будут хилатные, либо пикаленатные формы цинка, потому что иначе, ну, никак абсолютно. Причем дозировки будут, в общем-то, достаточно большие. Суточные дозировки будут в этих специальных препаратах 30-60 миллиграмм и больше, да, то есть бывает даже 100 миллиграмм цинковой, ну, как бы цинковая нагрузка, но это в таком уже спорте больших, ну, высоких достижений. Защитная формула, чем интересна, опять же, защитная формула? Защитная формула, она позволяет не только регулировать именно обмен с точки зрения, ну, цинка, да, то есть там содержится селен, содержится все группы, все витамины антиоксидантные группы А, В, С, да, то есть основные, да, то есть, которые, а, точнее, не А, В, С, Е, да, то есть А, С, Е, цинк, селен, плюс часть растений, которые занимаются иммунокоррегирующим действием. Поэтому, допустим, защитная формула является обязательной программой, являет частью обязательной программы для терапии воспалительных заболеваний мужской пыловой сферы, ну, в частности, простатитов. Без этого практически, ну, вообще никак. Вот, еще одним интересным продуктом, который поддерживает именно половой статус мужчины, из тех продуктов, которые давно проверены многократно, является пчелиная пыльца. Вот, кстати говоря, один из известных факторов, да, то есть, длительной фертильности мужчин, да, то есть, это мужчины-пасечники, да. Там много факторов, понятно, да, то есть, факторов реально много, потому что, ну, начнем с того, что пасечников городских жителей практически я не знаю, да. Вот, то есть, они живут, во-первых, вне города, это раз, во-вторых, они, как бы, и живут другими чаяниями, да, то есть, и задачами, и так далее, да, то есть, у них есть четкий жизненный план, который, в общем-то, определен физиологией пчелиной семьи, и так далее, и так далее, и так далее, да. Да, то есть, это, в свою очередь, создает определенную упорядоченность, которая тоже создает длительную жизнь, да, то есть, этих людей, в том числе, активную жизнь. Да, и двигательная, само собой, это много факторов, на самом деле. Но биполин, в частности, да, то есть, использование пчелиной пыльцы, ну, в рамках, допустим, в обычной жизни, это называется перга, да, то есть, ну, она, как бы, не всеми переносится, этот продукт. Почему? Потому что он содержит неизмененные белки оболочек пыльцевых зелек, ну, малоизмененные. То есть, перга, по сути дела, представляет из себя, то есть, это пчелиная пыльца, перемешанная с этим самым, перепешенная с нектаром, который, в свою очередь, перемешан со слюной пчел, и запечатан уже, ну, достаточно зрелым медом поверху, да, то есть, и опять же запечатан воском, да, то есть, получается, что это своего рода перебродившая пыльца, да, то есть, это перга классическая. Но все-таки количество белков, вот именно оболочек пыльцевых зерен, там достаточно большое, это увеличивает аллергизацию в современном мире, да, то есть, поэтому, в частности, компания НСП сделала, ну, скажем так, биполинг, пчелиная пыльца, да, то есть, уменьшением, да, то есть, уменьшением количества, уменьшением количества, помню? Много? Нет? Уменьшением количества белков, потому что они, эти белки, они частично ферментированы, да, то есть, соответственно, у пчелиной пыльцы просто, ну, вот такой пчелиной пыльцы меньше, ну, как бы, аллергенная активность, да, там тоже находится в дрожжированной форме, ну, вот такая вот штука. Вот. Еще один, один из тоже важнейших рычагов управления мужским здоровьем, особенно при хромических воспалениях, является протеаза плюс, да, то есть, абсолютно, ну, как бы, практически невозможно, сразу говорю, вылечить воспалительные процессы в пристательной железе без протеаза. Почему? Потому что сама по себе пристательная железа исключительно плотный орган, да, исключительно плотный орган, и получить доступ, да, то есть, к структурам пристательной железы без протеаза плюс, ну, то есть, любым средством, как, собственно говоря, предкам иммунной системы, так и, ну, так и, собственно говоря, веществам, допустим, которые мы даем, добрый день, там, тоже подарка, там, и, там, и серебро, получить доступ к ним практически не представляется возможным. Вот, и поэтому в свое время и говорилось о том, что единственный способ лечения, допустим, хронического простатита – это массаж пристательной железы. Ну, как бы, процедура так себе по ощущениям, да, то есть, и, но, как бы, на самом деле без этого, этой технологии, да, то есть, если не заниматься системной ферментотерапией, да, то есть, эффективность различных методик, она, ну, минимальная, небольшая. Вот, протеаза плюс. Это, вот, это продукты, которые я назвал, обратите внимание, цинковые продукты, омега-3, да, биполин, протеаза, да, то есть, это продукты, ну, одни из самых главных для поддержания морского здоровья. Защитная форма. А, защитная форма, ну, да, цинковая, опять же, да. И есть продукты, которые работают, ну, с более целенаправленным, да, то есть, типом, это, допустим, такой продукт от соопальмета, да, то есть, соопальмета, или это плоды, так называемой карликовой пальмы, серийной репенс, которая растет в засушливых местах, да, то есть, вот эта пальма, она, как бы, имеет в своем составе специальное вещество, которое регулирует обмен, ну, половых гормонов, в частности, обмен половых гормонов в предстательной железе. В предстательной железе может избыточно идти при превращении обычного тестостерона в его несколько другую форму, да, то есть, это другая форма, чем она, как бы, чем она, ну, проблемная. Она увеличивает скорость деления клеток железистой эпителии предстательной железы. При этом, кстати говоря, уменьшается действие тестостерона на мышцы, поэтому соопальмета, да, то есть, в частности, пользуется спросом у ребят, которые активно, опять же, занимаются, ну, работой, ну, с мышечной массой, набором мышечной массы, потому что благодаря соопальмета большая часть тестостерона в неизмененном виде циркулирует в крови, вот, потому что если эта часть, ну, то есть, если этот тестостерон частично будет преобразован в дегидротестостерон, есть такой, да, есть специальный фермент на эту тему, называется 5-альфа-редуктаза, так вот этот фермент как раз переводится в дегидротестостерон, а он уже на мышце так не действует, зато увеличивает плотность предстательных железей. И вот в основе этого механизма, то есть, этот механизм лежит в основе такого заболевания, которое раньше называлось аденомой предстательной железы, сейчас называется доброкачественная гипертлазия предстательной железы, ДГПЖ, да, которая как раз является вот таким дисгормональным явлением. Его, опять же, этот процесс усиливает, значительно усиливает, ну, скажем, хроническое воспаление. Почему? Потому что любой хронический воспалительный процесс приводит к появлению в зоне воспаления так называемых ростовых факторов, которые, опять же, тоже ускоряют клеточное отделение значительно больше, чем это потребует. И таким образом клетки железистой эпителии начинают очень активно делиться, да, то есть, что с одной стороны увеличивает плотность предстательной железы, соответственно, снижает способность, опять же, к полноценному мочеиспусканию, это один момент, да, то есть, опять же, меняется структура простатической жидкости и ее количество, потому что выделиться она не может полноценно, это два. Вот. А третий аспект, такое ускоренное деление клеток автоматически является фоном для развития опухолевых заболеваний предстательной железы, встречающихся достаточно часто. Об этом пару слов сейчас хочу сказать. При всем при том, что они встречаются достаточно часто, их злокачественность, как правило, значительно, ну, скажем так, ну, превышена, да, в медицине, да, потому что на самом деле есть такой специальный маркер, да, такой маркерный анализ, называется ПСА, да, то есть, простатический специфический антиген ПСА. Значит, в чем его, что это за такой показатель? Это показатель, который показывает, сколько в крови находится молекул специфических, конкретно для предстательной железы. Этот показатель, строго говоря, не является онкомаркером, так, чтобы было понятно, да, то есть, он не является онкомаркером. Он всего лишь показывает, да, то есть, вот этот показатель, сколько конкретно тканей будет, ну, то есть, молекул будет находиться в крови. Допустим, если вы сядете на спортивный велосипед И проедете 10 километров ПСА будет как у яркого Омко-больного Например Если у мужчины запор Два дня, он три не ходил в туалет Потом сходил на ура Очень плотным кавом Например, тоже ПСА будет выше То есть, если он простыл И, опять же, была высокая температура Тоже ПСА будет выше Ну, просто, чтобы было тоже понятно Что ПСА в данном случае С моей точки зрения Может являться лишь Неким критерием Ну, как бы эффективности Уже пациентов, которые перенесли Комплексную терапию Допустим, удаление предстоятельной железы Лучевую, химию Ну, еще о чем-то можно говорить Но это еще не самое интересное Самое интересное состоит в том Что самая распространенная опухоль Предстоятельной железы Как такая, как аденокарцинома Она является тоже Ну, по последним Тут некоторым данным Да, то есть, условно Злокачественная опухоль Что это О чем это говорит? Это говорит о том, что Она представляет Угрозу только для тех Мужчин Которые начали ее лечить То есть, если ее пунктировали Например Если ее облучили Или начали химичить Вот тогда она приобретает Свости злокачественности Если ее не трогал никто Тогда никаких свойств Макачественности В большинстве своем Она не прогибляет Она находится внутри капсульных И в генерализации не склонна Ну, то есть, на эту тему Есть ряд исследований В частности, мужчин Аутопсии мужчин Зрелого возраста Такого, ну, очень зрелого Я бы сказал, да То есть, которые умерли По По причине Старости Сейчас в МКБ-10 Есть такая причина Смерти Называется старость Да, раньше не было Вот Ну, то есть, где Других причин Кроме преклонного возраста Не найдено было Да, то есть, соответственно Они умирают По причине старости И вот у этих мужчин Часто Находят как раз Опухоль Престательной железы Которую, слава богу Не нашли онкологи Пока он был жив Вот И, соответственно Он поэтому и умер От причины старости Потому что, если бы Его нашли Да, то есть Он скорее бы Он умер При попричине Окухоль Престательной железы И намного раньше От лечения От лечения Смерть от лечения Ну, вот Вот Это так Просто к слову Это не Лечитель Пускай живет Это я к тому, что Это не значит, что Надо ждать, пока Она появится Да, то есть Но Если вдруг Кого-то из ваших родственников В уже таком Нормальном Зрелом возрасте Вот Ну, Сашкин Отечественник Да, такая же ситуация Да, то есть Он Вот он Ему поставили Этот диагноз Допустим На УЗИ Да, то есть И Он пришел за рекомендацией Естественно Что я сказал Поставили Поставили Анализ дали Сдали Забудьте Ему сейчас 78 лет Например Да, то есть Я более чем уверен Да, что он будет жить дальше Да, то есть Будет жить хорошо Да, то есть И скорее всего Ну, 99% Что этот опухолевый процесс А он там есть Это видно Да, то есть Он Никоим образом Ему Ну, практически Не навредит В всяком случае Скорее всего Из этой жизни Он идет по другой причине Либо Если он Сконцентрируется На этой теме То по этой же причине И уйдет И скорее всего Качество его жизни От этого Резко снизится Ну, как вы понимаете Да То есть Еще раз Да, то есть Продукт Который Контролирует Вот обмен Половых гормонов В частности В представительной железе Не только Это называется Соупомет Да, то есть Вот именно Вот этот вот Продукт Который позволяет Контролировать Избыточный переход Тестостерона В дегидротестостерон Применяется В спорте Еще раз повторюсь Да То есть Тоже Вот У мужчин Которые уже Имеют Сочной Серьезную Серьезный возраст Тоже там Когда все падает Да То есть Тоже есть смысл Как правило Поддерживать Гормональный фон Не только Соупомет Но И вы удивитесь Но таким продуктом Как Волгям Да Дикий ям Чем он интересен Дикий ям Содержит Предшественник Стероидных гормонов Да То есть Так называемый ДГА Четыре буквы ДГЭА Да То есть ДГА Этот предшественник В В основном В надпочечниках Частично В жировой ткани Будет преобразовываться В похожие На половые гормоны Вещества Которые Опять же Будут уменьшать Ну Вопросы Связанные С мужским климорсом Который Протекает Медленно Но В общем-то Вполне себе Может о себе Да Заявить Вот Вот это Вот основные Такие Наверное Продукты Проформула Зачем А Проформула Я сейчас Поясню Это При воспалительных Процессах Есть отдельная Программа Сразу хочу По хроническому Воспалению Отдельная программа По хроническим Воспалительным Процессам Мужских Плавок Представительной Железы В большей степени Да Программа 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 Состоит из Следующих Этапов Первый Этап Всегда При любом Хроническом Воспалении Реабилитация Желудочно-кишечного Правда Вообще Без Программа Сильный Иммунитет Которая Обогащается Протеазой Плюс В случае Острого Процесса В случае Острого Процесса Если он Сейчас Реально Сейчас Болит То уже В программе Реабилитации ЖКТ Мы усиливаем Противовоспалительный Этап Путем Добавления Серебра Это прямо Со старта ЖКТ Начинаем Путем Добавления Таких продуктов Усиления Влечения Дозирования Таких продуктов Как Подарка Возможно Вот Еще один Продукт Перечисленок Петрушка Чем интересен Перечисленок Петрушка В этом смысле Он Значительно Увеличивает Обогащает Микроциркуляцию Органов Малого этапа В этом Есть момент Застойное Явление Там Усиливает Реабилитации Процесс И Опять же В программе Сильный Иммунитет Возвращает Мы его Обогащаем Протеазой Плюс Таким образом Получается Что Общебазовый Курс Составляет Порядка Шести Месяцев И Дальше Я Обычно Длительный Период Времени На протяжении От трех До шести Месяцев Назначаю Протеазу Плюс По одной Паковке В месяц Задача Проформула То есть Ее Задача Фактически Закрепиться На занятых Рубежах Либо Проформула Будет Являться Продуктом Который Используется Для мужчин В процессе Профилактики Заболевания Либо Для закрепления Ефеста Что дает еще Проформула Проформула Позволяет Активировать Некоторые Подкорковые Образования Которые Занимаются Регуляцией Производства Половой Гермон Именно Ну скажем так Структур Которые Курируют Функции Гипоталамус В этом Тоже Его Особенность Там Есть ряд Растений Которые Больше Применяются В аюрведической Медицине Которые Как раз Управляют Подобными Процессами Но Сама По себе Проформула Для лечения Сходу То есть Я ее Как правило Не назначаю Я назначаю Чаще всего Для стабилизации Процесса Потому что Для лечения Как правило Используются Более цельно Управленные Рычаги В основном Все таки Мы используем Проформулы Либо с профилактической Либо с закрепляющей целью Продукт Конечно Шикарный То есть Он на самом деле Причем Иногда бывает Что этот продукт Когда он назначается Чисто как бы С профилактической целью На этом продукте Может проявиться Настрение Апостатии Что говорит о том Что он там Был И так Но в данном случае Активировался И это говорит о том Что человеку надо Начинать Все с самого начала ЖКТ Иммунка И так далее Это значит Что процесс Идет достаточно активно И в данном случае Опять же Не важно Чем сопровождается Этот процесс Как активность И каких микроорганизмов Хламидио Реплазма Микоплазма Или как чаще всего Кишечная палочка Как это ни странно Проте Стофилокол То есть Это микроорганизмы Кишечной группы Это тоже бывает Очень часто Вот Это то что касается Проформулы Эчерси-химбы Сейчас Тоже есть такой продукт Эчерси-химбы Иохимбин Очень многие знают Это вещество То есть Его основная идея Состоит в том Чтобы С одной стороны Активировать Определенные структуры В мозге Которые отвечают За Вообще В принципе Возбуждение В том числе Эмоциональное И В каком-то смысле Иногда Ну то есть В этом есть Ограничение Эхимбина Потому что Когда его пытаются Пить Мужчины Которые имеют Кучу Сопутствующей Патологии По сердечно-сосудистой Как бы системе То есть Иногда У них Может проявиться И повышение Артериального давления И так далее То есть Без них Им Женщины Не сильно Как бы Интересны Без него То есть Когда они Становятся Сильно Интересны Тогда Может сильно Подняться Давление Хотя Встречается Редко В данном Случае Но бывает А второй Фактор То есть Эхимбин Имеет Особенность Одной Из особенностей Он увеличивает Опять же Активно Увеличивает Микроциркуляцию В частности В малом Позоне Поэтому Он применяется Не только С целью Работы С Эректильной Дисфункцией Но и Применяется Например С профилактической Либо комплексной Терапией Той же Варикозной Болезни В том числе Ног Варикоцели Расширение Ну допустим Тот же Эхимбин На свое время Есть даже Технологии В Норвегии Я их видел Которые Применяются Допустим Для Комплексного Лечения Хронических Воспалений Малого Органов Малого таза У женщин Опять же С целью Увеличения Микроциркуляции В частности Эхимбин К слову сказать Является Таким же Афродизиаком Для женщин Как и для мужчин Одинаково Но с точки зрения Подкорбок образования То есть Активируют Те же самые Центры Одинаково Примерно Не знаю Уж хорошо Или плохо Потому что По идее Сексуальность Мужская И женская Должна происходить Из разных Структур Мотивации Разные Должны По идее Ну просто На сегодняшний день Опять же Средства Массоинформации Пытаются Навязать Да То есть Женщине Мужскую Мотивацию К сексуальной Жизни Хотя на самом деле Это утопичная Идея Очень разрушительная Сама по себе Вот Все Наверное Да Черт